Библейский портал экзегет.ру представляет Мы переходим к 135-му псалму. Традиционно наши лекции записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. 135-й псалом прославляет Господа как Творца Вселенной, Спасителя, Защитника Своего Народа. Эта благодарственная песня начинается с призыва славить Господа как Бога богов, который создал Вселенную, вывел свой народ из Египта, провел через пустыню, поразил великих царей и подарил Израилю землю ханаанскую. Когда же впоследствии народ стал испытывать трудности, Господь вспомнил о его унижении и избавил от врагов. Гимн завершается заключительным призывом славить Бога Небес. В данном тексте мало оригинальных мыслей. Он повторяет идеи из предыдущих псалмов, содержит намеки на второзаконие, на книгу пророка Исаии. По аналогии с другими библейскими песнями, гимн адаптирован для антифонного пения за богослужением. Данную песню традиционно называют «Великим Галелем». В древности псалом исполнялся после египетского Галелия, во время еврейского праздника Пасхи. Первую половину каждого стиха запевал, вероятно, священник или левит, а вторую половину припевали всем миром. Собранием народа в храме в современной литургической практике иудаизма псалом исполняется не только за пасхальным седером, но и за утренними богослужениями в субботу и в праздники. Некоторые могут подумать, что постоянное повторение припева, ибо в век милости его, утомительно и однообразно. Однако повторяющиеся припевы издревле были частью литургической практики исполнения гимнов с участием духовенства и народа. Для сравнения, подобным ответным припевом во время произнесения ектинии священникам или диаконам за православным богослужением сегодня являются слова «Господи помилуй». Рассмотрим детальнее текст псалма первые три стиха. В первой строке гимна, как и в других псалмах, звучит призыв славить Господа. По отношению к другим богам он величайший, самый могущественный, а по отношению к людям он благой и милостивый. Существование других богов древними евреями признавалось, но по сравнению с Господом сила этих богов считалась ничтожной. В отличие от языческих кумиров, власть Господа не была ограничена рамками пространства или времени. Оба слова, характеризующие отношение Бога к людям, весьма многогранны. «Быть благим» значит быть дружелюбным, радостным, прекрасным. «Быть милостивым» значит быть верным, благодетельным, любить свой народ. Таким образом, Бог желает своему народу блага, ибо любовь его вовек. Во втором разделе псалма, в 4-9 стихах, Господь прославляется как создатель Вселенной. Великими чудесами в псалмах обычно называются «дела Божии по спасению народа из Египта и приведению его в Ханаан». Здесь же чудесами великими обозначены объекты творения. Небо, вода и земля, великие светила, включая солнце, луну и звезды. Этот список в целом соответствует последовательности дней творения по книге Бытия. Бог распространил землю, разослал ее по поверхности воды, утвердил ее на поверхности воды. Он создал великие светила, чтобы они светили днем и ночью. Хотя книга Бытия ничего не пишет о функции звезд, для псалмопевца звезды, видимо, помогали луне при ночном освещении. Господь один творит такие масштабные чудеса. Никакой иной Бог не способен на такое. В органичном творении небес Бог явил свою мудрость. Мудрое творение мира указывает не только на разумный подход при создании Вселенной. Словосочетания типа «мудрые руки» говорят о мастерстве Творца, то есть Бог творит мир изящно, как искусный художник. В третьем разделе псалма, 10-15 стихи, Господь прославляется за то, что вывел евреев из египетского рабства. Исход из Египта начался после убийства первенцев от человека до скота в Египте. Крепкая рука и простертая мышца служат метафорой силы Божьей. Он не просто проложил путь через Тростниковое море или через Чермное Красное море. Он буквально разрубил море пополам. Посреди моря он провел народ без всякого риска для жизни. В то время как фараон и его армия были брошены, буквально стряхнуты, потоплены в море. В следующем разделе, 16-22 стихи, псалмопевец рассказывает о странствовании по пустыне на пути из Египта в Ханаан, о поражении местных царей и о завоевании земли обетованной. Нечасто Израиль называется рабом Господа в псалмах. После рассказа о событиях минувшей истории автор псалма переходит к размышлениям о современных ему событиях, 23-26 стихи. Это, в частности, заметно в переходе от местоимения их к местоимению мы. Как когда-то при Моисее Господь поставил завет с нами, которые здесь сегодня все живы, так и сейчас мы ожидаем поддержки от Бога. Упомянутое в 23-м стихе слово «унижение» трудно отнести к какому-то определенному историческому событию. Бог дает пищу всякой плоти, что может означать для всех живых существ, как для людей, так и животных. Завершение псалма перекликается с его началом, призывом славить Господа. В первых по времени происхождения в псалмах местом проживания Бога могла называться высота или храм на Сионе. Здесь же единственный раз во всей псалтыре Бог называется Богом Небес. Тем самым автор желает сказать, что Бог пребывает на Небесах и с Небес творит море и сушу. Вкрапление слов после пленного периода свидетельствует о поздней датировке псалма, поскольку обращение к Господу как Богу Небес входит в устойчивый оборот лишь во времена Неемии. Резюме. Вспоминая чудеса Божии, явленные в творении мира, в истории древнего Израиля и в судьбе современников, мы и сейчас благодарим Бога Небес. Вражение «Отче наш, сущий на небесах» открывает молитву Господню. Однако в молитве Господней, в отличие от 135-го псалма, нет перечислений былых чудес Божиих. Основная часть молитвы «Отче наш» посвящена насущным потребностям людей, актуальным здесь и сейчас. Благодарю за внимание. Продолжение следует. — Остве их темы, которые восcel Wisни, случаются над teu mayor історией. История Крым. — Конец. — Конец.